В ходе месячника был проведен большой объем работы санитарно-чиской территорией муниципи, в том числе уборка городских парков, скверов, цветников и газонов, лесных массивов, береговых зон городского озера, рек Рео и Рео. Всю работу координировала МГБИО, в которой принимали активное участие ученики лицеев им. Хашбук, Ломоносова, Мариковского, Каянгер, Александрий Хашделов. Гимназии номер 2, 3, 4, 6, 7, 14. Поливариантных школ номер 3 и 5, политехнического и железнодорожного колледжа, коллективы патрульно-пасовой службы, АОН КОМЛАК, МГБИНИЕ РЫНКО, МПСА, АОЧИК НОР, МПДСУ и другие. Лучшими участниками месячника по управлению образованием молодежи и спорт стали лицеи имени Хашделов, гимназии номер 14, сад номер 18. В качестве упрощения для них предлагается представить видение транспорта для поездки в Искуссию по городам республики. Дата намечена 27 мая. 31 марта проводился субботный футбол, принимали участие коллектива ООН МОК и ЛИКОМ, воинская часть 1-го конфликта, составив 170 человек, солдат и срочные службы, командный состав, общественная организация «Аймолдова», Генеральный демократический парк. В течение месячника субботный коллектив ООН МПДСУ проводили сработку по очистке территории городских кладбищ, где было собрано и вывезено на городской свалку 368 метров публических мусора. Произведена планировка площадки для парковки транспорта на кладбище, расположенном по улице Гагарина. Коллектив ООН МПЖКХ ремонтировано 14 дверей мусорокамеры, произведена уборка 38 подвалов домов, убрана 576 мусороками. 7 апреля коллектив ООН МПД «Толегусное управление» проводил субботник на предприятиях, производили санитарную уборку территории предприятия, победенные бордюры и деревья, подготовленные клунги для посадки цветов, произведена санитарная уборка на всех диспетчерских пунктах. Коллектив ООН МПЖКХ были ликвидированы микросвалки в объеме 1668 метров публических. По улице Бангарская, 19, 24, 120, 150, улице Щусева, Виктория, Волонтарева, Чичикала, Стрийская, 1,5, Карабан, 10, Николай-Ердин, Феробиарево, 19, Перула, Напарк. Возвращение сборка 5 с проезжей части улицы Докваров и обеспеченных перечислено на убираемой территории. Это улица 31 августа, спортивная, Сарокская, Стрийская, Огромная. Выполнены ремонты подкасты 26 кубов. На все указанные работы из Москвы было на 220 тысяч лей, в которые были выделены МПСА, в основном для приобретения ГСФ, использованные транспортом для вывозки мусора. Про указанных работ МПСА вывозило мусор с бюджетных учреждений и других предприятий города. Общее количество вывезенного мусора на городскую складку в период месячника составляет 19 785 метров кубических, в том числе 19 439 метров кубических бытовых отходов и 346 метров кубических опавшей листвы и уличного смерти. Следует отметить, что другие организации города приводили в порядок свои объекты. АО «Хреднор» расчищала от мусора прилегающие территории к своим 19 трансформаторным подстанциям. АО «Четнор» проводила работы по удалению порослей и уборке территории на 54-х теплобунктах. АГНК «Гостиница Белл» производила санитарный порядок на территории баня номер 2 по улице Чечкала-3. Произведен ремонт пристройки прачечной с заменой шиферной кубики, поверены бактюры и деревья, покрашены мусорными контейнер. Целый месячный проведет с оценкой удовлетворительной. Дополнительно к этой информации хочу еще привести до общего сведения, что прошедшую субботу в Молдово-Альверде провела дополнительную акцию по разъединению на территории городского парка. Они посадили 250 сутков, деньги на которые они получили путем сбора пластмассы, стекла, сдали это, сдали пластмассу, стекло, пилицы и посадили в парк. Дополнительно хочу привести, что распоряжение номер на 235-5 на 12 мая уже общественная организация ХАИ Молдова проводит отдельно свое мероприятие. Сегодня, вот сейчас, во время праздного совещания появляются эти 15 лет, где они будут привлекать свой состав этой общественной организации и будут проводить дополнительные предприятия по выбору этих территорий. Такие вот они определяют сами свой личный состав. Это категорически запрещает помощь? Нет, они не упраждают только помощь. С нашей стороны, предназначена, предназначена... Я в Курске, я тут рисую распоряжение, знаю. Я думаю, вы упражали, кроме общественной организации, будет только участвовать? В этой акции, наверное, не проводились вот такая для испанной работы, привлечь еще кого-то. Почему? Потому что это их, и скилок, и скилок, и скилок. Мы оказываем, что он поддерживает так, инструментами, мешками, перчатками. И всех, кто пожелает принять участие, мы никому не откажем. Но и транспорт тоже даем. Ну, я думаю, что, наверное, можно отметить, при всех издержках, которые ему удалось совершить в ходе месячника и в этих мероприятиях, посвященных частей города, это то, что, во-первых, появляются общественные организации, которые самостоятельно участвуют. Раньше было такое мнение. Есть коммунальные службы, просто они занимают. А мы вот будем в стороне. Я думаю, что сегодня такие мысли есть. И, конечно, месячники какие-то инициативы не заменяют работу, постоянную работу в коммунальных службах. Но, наверное, можно отметить положительно, что сегодня различные общественные организации, политические, выше было сказано об этом. Не на словах, а на деле пытаются навести порядок на территорию города. Это, наверное, один из тех положительных моментов, которые нужно поддерживать. в министерстве, кто пытается что-то сделать, где она посетила одного. Я лично считаю, что человек, хотя бы два раза выше, чем на угодные прилегающие территории любого-вылького участка своего города или своего двора, в следующий раз забыл, где просвет этот город, или где просвет этот пудрок или фаль. В этом случае психологически мы, наверное, как и должны раздаваться. Поэтому, еще раз повторяю, мы должны не только обеспечить тем, с чем к нам обратились в программе и в программе и в марте, но и в сельском комплекте, мы должны быть участвовать тем, кто не признан, да, или призван участвовать. И хотел бы отметить еще один вопрос, господин Владимир Владимирович. Мы написали, когда у нас были письма, чем из-за любого, как и врачи участвуют, а как мы, в кавычках, пропагандируем тех, кто вообще проигнорировал вместе. К сожалению, есть и такие. И если некоторые рассуждают, что это за работа коммунальницы, то это такие, которые вообще не рассуждают. Они как нахлебники живут в городе и ничего не делают для того, чтобы хоть что-то сделать возле своего двора, возле своего предприятия. И, наверное, этих героев тоже должны знать. На эту тему, где сможет дамок, это такое слово. Последнее заседание на этой инстаграме комиссии длилось почти три часа. На этой инстаграме я сейчас просто не готов по памяти, на то же количество протоколов, но тех, кто проигнорировал, в первую очередь, проигнорировали те предупреждения, которые сделали, сделаны на данный момент, которые обходят, и потом результатом повторного обхода были составлены протоколов. Это, кстати, анисативное воздействие. Я хочу попросить представителей средств массовой информации, вы очень справедливо, точно и четко подмечаете недоработки администрации, что мы все внутри. Мы хотим вас призвать, что вы замечали еще недоработки тех руководителей, которые игнорируют общественную жизнь нашего города. Если хотите, мы вам подскажем, во всяком случае, я прошу вас с тобой, чтобы эта информация была застоянием всех тех, кто заинтересован в каком-то общественном порицании тех, кто игнорирует общественные бюджеты. Еще раз хочу сказать, к сожалению, их достаточно много, причем некоторые даже открыто заявляют, хотя психологически это состояние некоторых меняется. Я помню, несколько лет назад при Ивановиче школы уже тоже такую позицию занимали. В этом году мы даже некоторых отметили благодарственные письма за то, что они изменили свои ситуации, свои отношения к нам и активно участвовали в этих делах. Второй вопрос у меня. Вот то, что вы назвали ликвидацией микрославок. Это все микрославки или что-то еще осталось после месячника неубранного мира? Кстати, а где Виктор Михайлович? Виктор Михайлович, отъезд. Разрешенный отъезд? Рассанкционированный отъезд? Да. С кем? Виктор Михайлович, У меня хомороженец. Девятый май. А, ну разобретился взаимеем. Я извиняюсь. Так вот, в добавлении может вы поможете вставать. В данном времени я думаю, в ходе месячника практически все в Морославке были в двух. Я остался в земле. Раз и два. Поэтому, да, причина месячника всеми другими на мегасвалке были обрады, но уже этот процесс не завершен. В дополнение к этому, как обстоят для нас, было предположение и практическими действиями с группами специалистов, которые мы приняли, для того, чтобы практически путем штрафа неизбежат. Но и я, поэтому, по-моему, неизбежат, 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 агитарные, которые. Продолжение следует... 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 начальника сектора перед населением. Это по тем вопросам, которые были запомнены. Спасибо. Спасибо, по вопросу. Николай Александрович, в первый раз я говорю, что, конечно, было достаточно большая работа в ситуации, в муниципальном и в комиссии, в частности, но не бывает, когда совершенно не бывает, когда были такие дела, которые касаются права порядка, в одном из них было, когда не делали, институционировали, так было, так было, так было, так было. Поэтому эти вопросы должны быть постоянно, не раз уже с вами говорили, что это не должно быть как-то начинаться каждый день. Эти вопросы должны быть в поле зрения, не говоря таких вопросов, как врача, и я хочу поблагодарить за инициативу участия в обеспечении санитарного проекта, ответственных руководителей, выполнение к этому, как и на течение минуты, на два года, на данных того, чтобы вы были больше. И по-прежнему остается очень сложной ситуацией, подчастие работы даже в жительнице. Я понимаю, что вы направили, как вы учредили, в определенную структуру и обувь мастерства, если будут работать в Мессон, то те хотя бы поручения, которые давались на фрагмент совещания, они должны очень порядки, какие мы с вами общаемся с людьми, чтобы все-таки в этом вопросе дорожную полицию, мы будем учать по работе. Я не буду повторяться, в том, что вопросы, которые Мессон начали вчера, в том, что мы видим, в центральной части города, в этой территории тоже сейчас, если мы разблокировали все улицы, гражданские защиты, пожарные скорости, скорые помощи, но это не значит, что если мы разблокируем, завтра должны все бороться полный автотранспорт. Несколько период назад, то прочитывали свои доходы внутри пары вечернее время. И сегодня по-прежнему подтверждено, говорим о том, что парковки, стоянки заполнены от 20 на 30 процентов, зато все бороться и бить автотранспорт. Поэтому обязательно в порядке в очереднее время при всех сложностях личного состава, других поручений я прошу, чтобы это были проводились, особенно по теми краям, где собрана была будущая установка с частью парковки внутри парковных территорий. Артенские площадки, в этой ситуации, в трудовом смысле нет. Если у нас сегодня достаточно, во всяком случае, большое количество парковок, которые заполнены еще раз по то есть примерно на 20 процентов, вы не больше хотите. Вопросы, Куликов? Если позволите, я доложу в этой части. Мы практически с 1 января начали данную работу с использованием силы участковых инспекторов. На сегодняшний день у нас небольшая проблема, так как дорожная полиция пользуется протоколами особого формата, нумерация, то есть учетовник особый и программных. На сегодняшний день мы поставили вопрос перед руководством министерства, обещают, и для участковых. Опять же, техническое обеспечение имеется в виду, компьютер, программы, протокол, чтобы мы могли университет работы здоровой полиции. На сегодняшний день, как оказалось бы, закон один, но немножко нас разменчивает часть и документация. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Хорошо, присаживайтесь. У меня несколько вопросов в неходящем повестке дня. Сынави, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Совершенно не сказали ничего по части подготовки с вами «Отдых». Какие есть сложности на сегодняшний день? Не соберем ли мы подготовку заново к сезону? И как участвуют те, кто должен участвовать в их благоустройстве? Эти работы начали давно, практически больше 50% объемов выполнено по поводу спонсорской помощи термических агентов, которые включены в мероприятия. Пока сильного реального действия с этой стороны нет. Но несмотря ни на что, мы не сорвем подготовки зону дыха к летнему сезону. А когда зону? 15 мая мы готовы будем сдать зону комиссии. Но в принципе, как бы на сегодняшний день большая часть работы выполнена. Большая часть работы выполнена. Это уже последние штрихи остаются. Когда не хватает одной недели, знаете, для того, чтобы было... Оставшиеся 50% это на штрихе, просто... Нет, но я могу сказать 100% это тогда, когда все. Допустим, таблички, информационные табло все изготовлены, но они еще не установлены. То есть практически все подготовлено. Все материалы, детские элементы отремонтируем. То есть сейчас уже идет установка... Я думаю, что вы можете и умеете... Вы увидите, красиво. Так же, как и работает. Я могу подводить. Но я задал вопрос, который мы слышали, вы уходите в сфере информации. Когда я могу посетить вашу зону отдыха, чтобы вы не краснели? 15 мая, я же сказала. Ваня же не едет. Почему? Не будет? Хорошо. После 15 мая с перерезанием ленточки, а до 15-го просто как? Не разрезание ленточки, а просто поинтересоваться, в чем заключается невыполненный еще 50%. Что это такое? То, что вы говорите, может быть, более что-то серьезное. Значит, мы в общем порядке с вами свяжемся. В любое время. Какие-то дни города устраивают, какие-то мероприятия общегородские. Я пока сегодня пойду без фамилии. Я пытаюсь высказывать, но, к сожалению, да, права Людмила Викторовна, что порой задаешься вопросом, а для кого эти руководители со своими коллективами и живут? Мы что, для себя праздник устраиваем? Причем день города, храм города, это совершенно не политический брать. А тут некоторые лидеры, крупные предприятия, начинают воссоздавать какой-то непонятный... Понесет меня сейчас, кстати, на слуху. В общем, я хочу обратиться еще к тем, кто в разборах. Мы собрали руководителей, к сожалению, некоторые из них тоже от реагируют, как я пытался сказать. Я все-таки хочу предупреждать всех, потому что храм города это тот праздник, который должен объединить всех, независимо от политического воззрения, от своих убеждений. Потому что малая родная, не просто родная, она при любой власти остается родной. Ее надо беречь, за нее надо, так сказать, бороться, ее нужно делеть и, самое главное, лично участвовать, если мы хотим, чтобы не кто-то нам преподносил праздник, а чтобы мы сами делали для себя праздник. А то нас кто-то, так сказать, со стороны наблюдают, а вот то не так сделали, то не так, мы пошли, то не те, не то мясо жали, то там еще что-то. Так давайте участвуйте в этом. Меняйте что-то. Тем более мы никаких канонов здесь не установили, что вот так должно быть. Любая творческая инициатива будет принята, если она действительно направлена на то, чтобы создать праздничное настроение. Поэтому, уважаемые работники, аппарата, примарии и присутствующие, если у вас есть еще среди ваших знакомых суббивающиеся, праздновать храм города или не праздник, участвовать этим не участвовали, убедите их, что я не участвую. Суббитры был 1.09. 9 начала 6 лет. Всех приглашаем на это радостное и готовление испорбления предприятия. Всем спасибо.